На улице просто шикарная погода. Солнышко, жара, почти тропики. Еще чуть-чуть и можно собирать кокосы и загорать на пляже. Интересно, а сколько сейчас градусов на улице? Надо спросить у пчелы. Смотрите, ого, градусник зашкалило ниже предела. Температура ниже минус 30 градусов по Цельсию. Здравствуйте, друзья. Привет-привет. Сегодня я покажу вам, что из подручных средств можно сделать очень крутой обогреватель. Так, проект из того, что есть, пригодятся пустые маленькие баллоны из-под пропана. Их нужно будет обрезать. Высота не принципиальна. Просто одна банка будет обрезана ближе к верху, а вторая ближе к основанию. Так как они будут подвергаться высокой температуре, то я решил снять всю краску и очистить их. Конструкцию я делаю первый раз и надо попробовать на опыте. Вообще, будет ли это работать и какие есть недостатки и достоинства. Для наглядности будет стеклянный химический стакан с жаропрочным стеклом. Пока в качестве топлива ацетон. Его надо совсем немного. Также понадобится небольшая часть листа меди. Толщиной лист 0,5 мм. А вы когда-нибудь видели обычное действие, но со скоростью 10 тысяч кадров в секунду? Зрелище просто завораживает. Вокруг нас столько интересного, но мы это просто не замечаем. Для первоначального запуска надо нагреть пластину. Кстати, горелка Вихрь пока лучшая бытовая горелка, которая у меня была. А их было очень много. У этой есть подогрев и испаритель газа. Она не плюется огнем, как огнемет. Реакция запущена. И это не горение. Это химический процесс. Каталитический процесс окисления компонентов топлива на поверхности твердого катализатора. Он был открыт в середине прошлого века, в 50-х годах, компанией Cataltic Combustion. При таком горении снижается образование нежелательных продуктов, особенно загрязняющих газов оксида азота. Как правило, он протекает без образования открытого огня, что существенно отличает его от традиционного факельного горения. Даже такой маленький отрезок медного листа на протяжении очень долгого времени продолжает быть очень горячим. Температура около 150 градусов Цельсия. И он реально излучает тепло и греет. Тепловизор показывает, как протекает катализационный процесс, как распространяется тепло, и выходят горячие окисленные испарения. Я хочу сделать что-то подобное, но в больших масштабах, чтобы можно было им реально обогреться и не на ацетоне. Ацетон имеет резкий запах, и при горении тоже запах не очень приятен. На улице крепчают морозы. Я даже машину еле открыл. Примерзло все, что только может примерзнуть. Думаю, меня многие поймут. Вот и приехали. Приступим к обогревателю. Я выбирал между различными тарами, из чего можно сделать, и остановился все-таки на стали, чем на алюминиевой банке. Из второго баллончика я сделаю верхнюю крышку всей конструкции. В качестве подобия катализатора будет очень мелкая сетка из нержавеющей стали. Ячейка мелкая, с традиционным плетением, как на москитной оконной сетке. Она достаточно хорошо держит форму и хорошо режется обычными ножницами. Кстати, ребята, я хочу поделиться и показать вам свой новый инструмент. Я нашел производителя и не смог просто пройти мимо. Я выбрал маленький, хотя там большое разнообразие. Он хоть и маленький, но все-таки с огромными задатками профессионального и очень мощный. Прямо у производителя его можно заказать по частям. Отдельно станину, отдельно ролики и движки. Очень большой выбор различных модификаций и различных комплектующих. Я считаю, что гриндер это самый нужный инструмент после болгарки и дрели. Если хотите поспорить, то это значит у вас просто никогда не было гриндера. Просто я думал так же. И к нему я взял кучу различных всевозможных лент. Они очень хорошего качества и с превосходными швами. Но большая редкость. Хей, у него интересный узел натяжения и регулировки ленты. Ссылку, где взял, конечно же, оставлю. Продолжим. Ширину сетки я посчитал под нужный мне диаметр, а высота примерно 30 сантиметров. Чтобы соединить края, оказалось достаточно просто концы несколько раз завернуть. На это я прибавил к нужной ширине еще примерно 6 сантиметров. И, используя круглую оправку, простучал шов, чтобы ничего не разворачивалось. Получилось весьма достойно. И точно по внутреннему диаметру баллончика. Более короткая часть от второго баллона пойдет в качестве верхней крышки обогревателя. Ну а в качестве топлива из-за пропиловый спирт. Лучше, конечно, этанол и тиловый спирт. Но что есть, то есть. Он очень распространен, а самое главное, совсем недорогой. У него много сфер применения. От медицины и парфюмерии до автомобильной, пищевой и химической промышленности. Вы уже видели у меня остатки дымохода. Из небольшого отрезка такой же высоты я сделаю отражатель. В принципе, что должно повысить эффективность и значительно отражать тепло в нужную мне сторону. Сейчас будем испытывать. Вообще, для катализатора отлично подходит металл платина. Но он запредельно дорогой. Часто платиновые катализаторы делают из высокотемпературных материалов. Керамика, нержавеющая сталь и тому подобное. Пока снимал это видео, я попробовал очень много конструкций. И провел более десятка экспериментов. И если вам понравится это видео, в будущем сделаю видео с улучшенной конструкцией. Обогреватели, работающие на эффекте каталитического горения, это не новшество. Используются достаточно давно, с середины прошлого века. И много производителей изготавливают такие обогреватели. Приступим к испытаниям. Для более быстрого старта использую горелку. Немного подогрел спирт, чтобы он интенсивнее начал испаряться. Далее, после прогрева, температура поддерживается сама. Все больше набирают популярность биокамины. Для них не нужен дымоход, и они работают на биотопливе, обычном этаноле, ну или этиловом спирте. Этанол при горении не выделяет вредных газов, кроме водяных паров и CO2. Чтобы показать, как работает такая конструкция, я снимал как при дневном освещении, как и при отсутствии освещения вообще. Также снимал надтепловизионную камеру, при различных палитрах отображения температур. Тепловизор показывает, как распространяется тепло и какая температура на различных областях обогревателя. Тема каталитических обогревателей интересна, ведь у них огромная сфера применения. Конструкция получилась максимально простой и в то же время эффективной по теплоотдаче. Конечно, желательно использовать этанол, но изопропил тоже работает. Ребята, если понравилось видео, вы знаете, что делать. Лучшая благодарность – это просто лайкос, подписка, колокольчик. Делитесь ссылками в соцсетях, пусть видео помогает людям. Все полезные ссылки, как всегда, оставлю в описании. На скорую руку получился небольшой, но весьма теплый камин. Друзья, добра вам и вашим близким. Спасибо, что смотрели это видео. До встречи на канале. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok